Президент России Владимир Путин предложил новые демографические меры, которые обсуждают сегодня все и особенно родители. Сегодня занятия в школе будущих мам городского перинатального центра провели сотрудники Калининского отдела ЗАГС. Как регистрировать малыша, если фамилии у мамы и папы разные? А если они не состоят в браке? Как прописывать младенца? Вопросов к работникам ЗАГСов у будущих родителей всегда много. Но сегодня самые актуальные о новых формах поддержки семей с детьми. Государственная поддержка очень значима для каждой семьи. Как получение материнского капитала за рождение второго ребенка и введение с января 2018 года ежемесячного пособия по случаю рождения первого ребенка. Мы слышим отклик от отцов, что это очень приятная и весомая поддержка для каждой семьи. И они с радостью ожидают и рады за родителей, которые станут родителями первенца в 2018 году. Программа материнского капитала действует с 2007 года. За это время его сумма выросла в два раза. По предложению президента страны Владимира Путина, ее решено продлить до конца 2021 года. Маткапитал можно использовать на реабилитацию детей-инвалидов, улучшение жилищных условий, накопительную часть пенсии мамы. Наталья Краснова разъяснила, на каких условиях родители будут получать выплаты за первенцев, кому положены субсидии по ипотечным кредитам и на какой период времени. Продолжение следует... Продолжение следует...